Этим голосом сказано всё. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Баладарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, у нас сегодня в гостях историк Александр Колпакидис. Здравствуй. Добрый день. И тема нашей беседы, в анонсах она была заявлена, мягкая сила Сталина. И что это за мягкая сила, Саш? Ну, собственно говоря, мы хотели поговорить о Коминтерне. Эта организация совершенно забытая, о ней не выходит никакой литературы, ни статей, никто её не занимается. Между тем, эта организация сыграла колоссальную роль в том, что Советский Союз превратился в мировую супердержаву. Я вот на 100% уверен, не на 99,9%, а на 100% уверен, что не будь Коминтерна, Советский Союз не стал бы супердержавой и не смог бы бросить вызов Соединённым Штатам после окончания Второй мировой войны. А про Коминтерн, если кто-то поинтересуется, это будет полная неточности и вранья Википедия. Ну, к этому источнику никаких претензий быть не может. Но если интересующийся будет копать дальше, выяснится, что Коминтерн – это была практически разведорганизация, которая занималась разного рода тайной деятельностью. Насколько большую часть в деятельности Коминтерна составляла подобная работа? Ну, это смотря как считать. Конечно, вот внешне эта работа до сих пор совершенно не изучена адекватно, и до сих пор архивы закрыты, причём они очень хитро закрыты, формально всё открыто вроде как, но фактически исследовательным доступом перекрыт. И фактически всё, что мы знаем, это мы узнали недолгий период, когда действительно в начале 90-х годов можно было там серьёзно что-то найти. Тем не менее, я могу сказать, что касается людей, вот самого Коминтерна, то, конечно, это небольшая часть работала в этом закрытом секторе. Но если брать финансирование, то это львиная доля, я думаю, процентов 40, значит, не меньше, шло вот на эту работу. А если взять финансирование, которое, ну, как бы шло не через Коминтерн, а через другие источники, то это гораздо большие суммы. Ну, достаточно сказать, что практически все наши легендарные разведчики, они так или иначе вышли из Коминтерна. Причём не только иностранцы типа Рихарда Зорги, ну и, допустим, вот знаменитый Рудольф Абель, который тоже вместе со своим братом, значит, начинали работу именно вот в Коминтерне. И именно в Коминтерне, и именно оттуда вышли, и очень много разведчиков, о которых мы узнали последние годы, они так или иначе были связаны с Коминтерном и со структурами, которые... Коминтерн – это вообще такой айсберг. То есть вот эта тайная, секретная деятельность – это верхушка? Нет, это невидимая часть, потому что эта деятельность оказалась чрезвычайно важной. Ну, вот, например, вот в этом году был юбилей гражданской войны в Испании, да? Да, конечно, да. Ну, вот смотрите, ну, вот вся прогрессивная общественность сочувствует и сочувствовала, сейчас, может быть, слабее, делу, прогрессивному делу борьбы народа Донбасса, да? Ну, там не будем уточнять, какого народа, ну, народа Донбасса, да? Ну, сколько туда поехало из Европы и Америки добровольцев? Ну, я думаю, ну, 300-400 человек. Ну, наверное. Коминтерн без труда выставил в Испании 40 тысяч человек, причём, поехавшие в Донбасс, я не уверен, что все бывшие спецназовцы или прошли военное обучение и так далее, поехавшие в Испанию, очень многие прошли обучение в секретных военных школах. Коминтерна были знакомы, значит, с диверсионно-подрывной деятельностью, прошли командные курсы всевозможные и так далее. И эта работа шла не вот за несколько месяцев, как бы, начала гражданской войны, когда вот гром не грянет, мужик не... Эта работа шла планомерно. Первая школа военная Коминтерна была создана ещё в 20-м году. В 20-м году. А Коминтерн сам был образован в марте 19-го. Да. То есть практически сразу же стали готовить командиров, боевиков и так далее из числа иностранных граждан. И вот они выставили там 40 тысяч человек, без которых гражданская война, безусловно, бы была проигрывана гораздо раньше. У Гитлера бы были совсем другие возможности и сроки по развязыванию Второй мировой войны, которая была неизбежна. И неизвестно, как бы развернулись события дальше. А так Испания связала руки Германии и Италии на, там, сколько, два с половиной года. И, в общем, мы имели некую фору. Ну, и не только мы, там, и другие страны имели фору подготовиться к этой, так сказать, решающей свадке в истории цивилизации. – Значит, в Коминтерне там были вот эти секретные подразделения, отдел международной связи, была своя контрразведка, которая следила за тем, что кто-то не проник. – Некоторые, да. Отдел международной связи – такая легендарная организация, но несколько мифологичная. Это действительно очень секретная, очень… Там было много, во-первых, надо сказать, что было очень много отделов. Он имел очень сложную структуру. Там работали, так или иначе, десятки тысяч людей. И, кстати говоря, обходилось всё это дело в копейку. Вот, то есть, это очень редкий случай, когда на копейку получали миллион, да, то есть, вкладывая копейку, получали миллион. То есть, действительно, дело в том, что они сами в значительной степени умели зарабатывать деньги. Ну, прежде всего, это касается такой организации, как Межропом, да? – Межропом, Межнародная рабочая помощь. – Вот все, наверное, помнят киностудию имени Горького. Вот именно на базе, например, вот одно из дел этого Межропома, это был… Сначала она называлась киностудия «Русь», потом её переименовали несколько раз. В результате вот у нас киностудия имени Горького, да, которая сняла массу шедевров 20-х годов и которые по всему миру крутили, приносили нам огромные деньги. То есть, я уже не говорю, что в плёнках, которые пересылались за границу для показа, наша разведка умудрялась какие-то свои данные передавать. Ну, тем не менее, это мелочь, но то, что это служило огромным не только вот заработку валюты, но и служило делу пропаганды достижения Советского Союза, то, что вот прямой мягкой силы, вот это факт. И действительно, вот Коминтерн имел массу структур, которые вот сейчас называются мягкой силой. Вот, Саш, ты не мог бы, мы сейчас сделаем отступление небольшое, есть очень немного от той империи, которую создал Вилли Мюнценберг, очень высокий функционер Коммунистической партии Германии, там были издательства, киностудии, радиостанции, и это тоже, правда ли, что это тоже деньги приносило и деньги значительные? Это его называли «Красным банкиром», он крутил огромный трест, был то, что сейчас называется медиахолдинг, у него был в прямом смысле слова, один из самых крупных, кстати говоря, в мире в то время. Очень популярные газеты, огромное количество газет, журналов с огромным тиражом, значит, издательства, книги выпускал, значит, вот киностудии, фильмы и так далее. То есть это был один из крупнейших таких, но тут можно сложиться, что это какой-то банкир, который стал коммунистом, нет, это был такой рабочий паренек, который в годы Первой мировой войны жил в Швейцарии, уехал, значит, там он сблизился с Лениным. Я бы сказал, что это был такой, что ли, один из самых близких Ленину людей. Он такой, у Ленина не было детей, как известно, и вот, мне кажется, Мюнценберг был ему наиболее, так сказать, близок. Очень энергичный, очень деловой, он стал одним из руководителей Коммунистического концентрациала молодёжи. Ким. Да, Кима. Кстати говоря, вот надо сказать о родственных организациях при Коминтерне. И, вернёмся, и вот Мюнценберг действительно сумел создать вот этот огромный, значит, медиахолдинг, и приносил он огромную прибыль, и главное, что он не только всю Германию, но всю Европу покрыл вот этой сетью пропаганды, то есть это была огромная пропагандистская машина. И, кстати говоря, Мюнценберга, он сыграл огромную роль, например, во время процесса Димитрова, когда, значит, был организован контрпроцесс в Лондоне, выпущена «Белая книга» и так далее. Но он к тому времени уже вынужден был из Германии эмигрировать. Да, он играл огромную роль в тех организациях, которые, значит, боролись за мир. Дело в том, что очень важный момент, вот я хочу, чтобы все поняли, да, дело в том, что нам вот эти 30 лет промывали мозги, и, в частности, у людей впечатление, что Коминтерн – это организация, созданная для совершения революции. Мировая революция, шпионаж и терроризм. На самом деле, почему создан Коминтерн, почему вообще возник коммунизм? Не будь Первой мировой войны, не было бы никакого коммунизма. Это стопроцентная истина. Первая мировая война – это чудовищная бойня, где люди, поначалу охваченные вот этим патриотическим угаром, потом, когда увидели вот эту всё бессмысленную вакханалию смертей, когда они нахлебались грязи и крови, они просто прозрели. Это был невиданный кризис цивилизации, люди разочаровались в буржуазных ценностях, в буржуазном гуманизме, в буржуазной морали, и произошла такая революция сознания. Ну, прежде всего, конечно, у этих фронтовиков, которые создали потом вот эти компартии. Ну, вот, собственно говоря, откуда у нас взяли большевики? Ведь, по сути, да, было там несколько сот каких-то активистов, которые там ещё с конца XIX века там где-то там под поле чего-то там крутили, какие-то там рефераты читали и так далее друг к дружку. Но основная эта масса – откуда взялись летом 1917 года 180 тысяч членов партии большевиков? Это вот эти прапорщики, унтер-офицеры, это, то есть, продвинутые участники войны из числа военнослужащих. Вот они и выиграли гражданскую войну. Вот это и есть авангард партии. Не будь войны, не было бы ни коммунизма, ни большевизма, ничего подобного. Война нанесла колоссальную травму сознанием, значит, сотен миллионов людей, не только вовлечённых в эту бойню. Значит, к сожалению, сейчас у нас совсем иначе всё это преподносится, всё связанное с Первой мировой войной. Я считаю, это совершенно неисторично, неправильно и на самом деле очень вредно, но в такой реальности мы живём. Вот, значит, к Мюнценбергу. Ну, естественно, буржуазная пропаганда, она попыталась и этого человека использовать в своих целях. В частности, например, его трагическую смерть. Да, вот говорят, что его убили по приказу Сталина и так далее. Да, 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 это обязательно. Хотя уже давно, лет 20 назад опубликованы документы из немецкого архива, где совершенно чётко показано, что он повесился, ну, он покончил самоубийством. Он был интернирован французами в начале Второй мировой войны. Вместе с группой коммунистов он сбежал из концлагеря. И по дороге, когда они пробирались там, я не помню, куда они там пробирались, ну, короче, куда-то они уходили от этого концлагеря, они легли спать, утром проснулись, видят, он висит, повесился. Я думаю, это было связано с тем, что он до того, как его интернировали, выступил против Сталина. А когда началась война, он понял, что вся его линия после 1938 года была неправильной, он ошибся, и для него это было сильным потрясением. И он понял, что, ну, может быть, его простят, но он был слишком сильная фигура, чтобы дальше как-то жить вот с этим, в смысле, что дело, против которого боролся, он ему нанёс удар. Он не сильный удар, он не выступал там публично, что-то. Но всё равно для него это было разочарование в том, что он ошибся. То же самое, кстати, с Кривицким произошло. Он кричал о том, что то, всё, Сталин там предал, всё. И, кстати говоря, и сдал очень много. Да, сдал более ста человек, да. И какой-то момент, когда он понял, что это всё было лажа, что Сталин готовится к схватке с Гитлером, что уже всем стало очевидно, что это была ошибка, считать Сталина фашистом и предателем, другом Гитлера, он тоже взял и застрелился, потому что он понял, что, в общем-то, нанёс колоссальный вред делу, которому служил до этого всю свою жизнь. Но тут же сказали, что его убили. Тут же сказали, да. Сталинские наймииты в Нью-Йорке. Ну, хотя бы по поводу Кривицкого есть альтернативная версия, что он всё-таки покончил с собой. По поводу Мюнценберга вы нигде не прочитаете, что он реально. А, наоборот, продолжают выходить статьи. Но это вот пример так называемой объективной исторической науки в условиях свободного общества. Демократизма. Да, то есть это чистая фальсификация истории под предлогом того, что вот свобода и так далее. И вот вернёмся, значит, к дочерним организациям Коминтерна. Дело в том, что это был такой огромный монстр. Да, и, кстати говоря, ведь случайно, не случайно, не знаю, но ведь получилось, что Коминтерн – это была наша альтернатива Лиге наций. Дело в том, что в соответствии, так сказать, глобалистскими идеями президента Вудера Вильсона была создана после окончания войны Лига наций, целью которой было, значит, предотвратить войны, улучшить человечество и так далее. Такая, ну, не масонская, но такая глобалистская структура, куда Советский Союз, конечно, не входил поначалу. Попытался он туда, в конце 1934 года вошёл, и, короче, в конце 1939 года оттуда уже с треском выгнали, значит. А до этого получилось, ну, нас туда не принимали, мы там были, инфан-терибли, то есть такие, значит, и получилось так, что эта Лига наций, она тоже имела там международную организацию труда, Комитет по улучшению жизни женщин, Лигу по делам беженцев, Всемирную организацию здравоохранения и так далее. И мы как бы создали параллельную структуру. То есть получилось, у них своя как бы свадьба, у нас своя свадьба. У нас Коминтер заменял вот эту Лигу наций. У нас, смотрите, значит, у нас, во-первых, была молодёжная организация, вот это коммунистический инфрациал молодёжи, да, она сразу была создана и вместе с Коминтером была распущена. Огромное количество молодых людей во всех странах туда входило. Особенно много туда входило молодых людей накануне Второй мировой войны. Например, если до, в начале существования Коминтерна всё-таки взрослых, ну, членов партии было больше, чем комсомольцев, то перед Второй мировой войной везде комсомольцев стало гораздо больше. Был создан свой международный профсоюз, Красный Провинтерн он назывался, Красный Интерн стал профсоюзов. Была создана международная женская организация, называлась Международный женский секретариат. Была создана Международная кооперативная организация. Был создан спортивный Красный Интернационал, который проводил рабочие олимпиады. Была создана организация, вот мы говорили, Международная рабочая помощь, которая оказывала СССР, кстати, огромную помощь, не только в самом начале, когда был голод, и они действительно очень много помогали, но и потом на протяжении всей истории Советского Союза. Была создана международная организация, организация помощи борцам революции. Это, можно сказать, Красный Красный Крест, большевистский Красный Крест, который помогал людям, которых преследовали фашистских, буржуазных странах по политическим убеждениям. Было создано несколько структур по борьбе с фашизмом и по борьбе с войной. Например, Международный комитет действий против военной опасности и фашизма, Всемирный конгресс борцов за мир, Международный комитет борцов против войны и фашизма, Антифашистский центральный комитет, Женский комитет борьбу против военной опасности, там участвовало множество так называемых попутчиков. Дело в том, что вот в этих организациях было много не только коммунистов, членов партии, но много попутчиков. В частности, вот в этих организациях антифашистских и пацифистских было множество представителей интеллигенции, даже аристократии европейской, несколько лордов английских, какие-то богатые и так далее, то есть жертвовали деньги, всё это поддерживалось пацифистами во всём мире. Квакеры, кстати, активно участвовали в этой деятельности. Была создана антиимпериалистическая лига в 1927 году, которая поддерживала борьбу народа в колонии против колониализма. И, кстати говоря, то, что в 60-е годы мир освободился на конец от колониализма, в этом колоссальная заслуга Коминтерна, потому что многие выходцы именно из Коминтерна, из вот этой лиги, и в Коминтерне среди прочих структур было негритянское бюро. Представляешь, что за люди там сидели? И вот это негритянское бюро потом выпустило целый ряд лидеров африканских стран будущих. Они, может быть, не остались коммунистами, но вылезли именно оттуда. Да нет, Саш, ты же ведь сказал, была запущена контркомпания во время процесса поджога Рейхстага, когда Димитрова в этом обвиняли. И у многих, кто знает, конечно, может сложиться впечатление, что он сам там на процессе встал и всех разоблачил по всему миру. И это, конечно, Коминтерн делал. Конечно, вот, если ты знаешь, что ты один, что тебя никто не поддерживает, ты сидишь в одиночке, на тебя давят, тебя запугивают, значит, ты знаешь, что по таким же обвинениям люди уже казнены, висят и так далее, то, конечно, трудно противостоять. Но Димитров хорошо знал, что он не один, что его поддерживают, что за ним стоит не просто там Советский Союз, и что за ним стоит сотни миллионов людей по всему миру. Эти люди, которые входят в этот Коминтерн, Интернсал Молодежи, Красный Профинтерн, Женский Секретарь, Кооперативную Секретарь. Да, кстати говоря, в Коминтерне даже была структура, которая занималась пролетарским эсперанто. Ну, да. А вообще в Советском Союзе было мощное движение эсперантистов. Было движение «Квартира съёмщиков», международное движение «Квартира съёмщиков», которое входило в Коминтерн, была международная организация революционных писателей, революционных театров, то есть что только... Да, ну, естественно, было атеистическое. Саша, я могу тебя попросить на секунду от этого отвлечься и одному из продвинутых наших слушателей ответить, «Сколько можно о прошлом? Бог с ним. Жизнь продолжается сейчас». Игорь, Игорь, наш слушатель Игорь. Да, ну, имеет право на такое мнение. Нет, то ответь, пожалуйста, как историк. Ну, просто, если не знать прошлого или иметь превратное представление о прошлом, то есть когда чёрное, когда белое считает, называется чёрным, то ты обречён в будущем совершать ошибки. Да, или на идиотизм полный. Например, да, вот, например, вот конкретно, вот, почему вот важно знать вот о Коминтерне, и почему, например, в нашей стране эта структура совершенно замалчивается, оплёвывается. Ну, сейчас даже, сейчас просто избрана тактика «замалчивание». Замалчивание. Оплёвывалось в конце 80-х, потом решили, что лучше вообще об этом не говорить. Да потому что непонятны успехи Советского Союза, непонятно, как он превратился в мировую супердержаву, непонятно, почему сейчас человечество загнивает. Мы просто это видим по лидерам мировым, да? Мы видим это даже вот сейчас зримый пример – это президентская кампания в США. Зримый пример – это вручение Нобелевской премии по литературе Бобу Дилу. Бобу Дилу, да. Зримый пример – это вручение Нобелевских премий за литературу за последние вообще годы. Когда мы видим, что идёт кризис человечества, во-первых, войны. Нет, лучше. Вот это экстремизм, ИГИЛ, вот это вся, всё это чушь, которая сейчас идёт с экранов телевизоров, духовная деградация, отсутствие реальных моральных авторитетов в мире, не только у нас. У нас просто это гипертрофировано. Во всём мире кризис партий, кризис цивилизации идёт, кризис культуры, образования всего. Ведь это прямое следствие краха Советского Союза. А если бы человек хоть чуть-чуть знал историю, хоть чуть-чуть, сейчас смеются над Украиной, доходят до просто бесстыдства, как можно смеяться над языком страны. Это непонятно. Они скачут, а я всегда говорю, а 300 тысяч человек, которые скандируют Ельцин, Ельцин, я не буду называть страну, не буду называть город, это тайна, гостайна. Вот для чего надо знать историю, чтобы идиотом не быть. Вот по поводу Украины хотя бы. Когда послали этих интернационалистов в Испанию, там сражался целый батальон галичан из Львова и так далее. Я вот буквально недавно смотрел, сидел в архиве, кстати, с делами Коминтерна, и первый был человек, до меня ни один даже не посмотрел, дело львовского поэта, который там погиб. Я посмотрел, он, оказывается, занимал в Компартии Западной Украины довольно сильные позиции, был членом руководства комсомола Западной Украины, Западной Украины. Сам он был из очень хорошей семьи, отец был депутатом польским, сын учителя, сам он был талантливый поэт. Несколько лет назад был скандал по поводу там какой-то истории с его памятником во Львове. И вот я посмотрел, что никто даже не посмотрел до меня его личное дело. А между прочим, он, значит, там в Испании героически сражался, погиб, был главным редактором там газеты коммунистов, и с ним был целый батальон галичан. То есть эти люди поехали туда из Польши с риском для... Для жизни? Да. Многие из них там погибли и дрались там как львы, большинство их там погибло. И сейчас галичане, и какая их роль, так сказать, в истории, ну даже России, да, в современной, да? Они сумели повернуть против нас братский народ огромный, там, значит, 40 миллионы, там или даже больше, да? И превратили наш братский народ сейчас чуть ли не в главного врага и предмет забот. Куда тратятся, как в бездонную бочку, огромные средства? И это как раз... И ещё возникает, Саш, вот ты сейчас начал рассказывать о комментариях, а у меня возникает другой вопрос. А нынче-то кто вот эту мягкую силу России представляет? Люди, которые за казённый счёт должны защищать за границей наши государства? Я не вижу свидетельств и их подвигов. Чем вы там отличились, ребята? И сейчас, как ни странно, действительно, многие даже не знают, но на самом деле, вот если кто знает, кому положено, они, наверное, сейчас плюются на тебя и кричат, что ты просто незнайка, сейчас огромное количество этих организаций с огромными бюджетами. Ну, я рад, я рад ошибиться, вот это тот самый случай. Конечно, можно подозревать, что там происходит то, что называется освоить бюджет, такой, очень много таких неприятных каких-то словосочетаний появилось в последние годы. Ну, самое крупное здесь, например, так называемое РОХ сотрудничества, это Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественникопрозывающих за рубежом и международному гуманитарному сотрудничеству, у них годовой бюджет 3,5 миллиарда рублей. Это гораздо больше, чем был бюджет фонда поддержки левых рабочих партий в наше время. Ну, и плюс к этому все-таки я иногда посматриваю на английском. Russia Today, Россия сегодня, уровень очень хороший. Саш, у нас сейчас новости будут, а после новостей мы продолжим беседу. Новости на радиостанции, говорит Москва. Леонид Володарский. Этим голосом сказано все. Продолжаем нашу беседу с Александром Колпакиди. Любое событие тех времен, а тем более такая мощная организация, как Коминтерн, обязательно, я предвосхищаю, будет вопрос Сталина Коминтерна. С чего началось знакомство Сталина с этой организацией? Ну, Сталин, поначалу, конечно, был очень далек от Коминтерна, в силу своей биографии, он меньше остальных вождей был за границей, меньше был знаком с европейским рабочим движением. Ну, он был пару раз за границей, но очень недолго, и, в общем, он там не изучал местного рабочего движения, приезжал на съезды и так далее, и уезжал, и общался в основном со своими же товарищами по партии. Ну, он, как известно, с самого начала своей карьеры был большим специалистом по национальному вопросу. Одной из первых его работ, они посвящены национальному вопросу. И в дальнейшем он уже годы накануне Первой мировой войны писал о межнациональных отношениях, национальном вопросе и так далее. Поначалу он был далек от Коминтерна, хотя был наркомом по делам национальности, но это было как бы внутреннее, национальности, так сказать, на территории бывшей Российской империи. А вся зарубежная работа по линии Коминтерна, она оказалась в руках с самого начала Зиновьева. Вот Зиновьев долгое время был вот таким вот вождем Коминтерна. Ну, он был слабый человек и слабый политик. Плохой организатор. Плохой организатор, да, он был крайне неудачная персона. Ну, просто вот в 1917 году, так как он был близок очень по биографии к Ленину, даже была такая вещь, что вот были Маркс и Энгельс, и теперь вот Ленин и Зиновьев. И он пытался вот этой роли Энгельса при Ленине соответствовать, но у него крайне не получал. Он был непопулярен достаточно везде и довольно трусоват, и такой был, что называется, не орёл по всему. Ну, хотя пытался выглядеть орлом, но больше был похож на Филина. И вот Сталин впервые озаботился Коминтерна, когда в 1923 году были события, известные как «Германский октябрь», когда в конце года немецкие коммунисты попытались совершить революцию в Германии, и, естественно, их планы строились не только на восстание внутри самой Германии, но и на помощь Красной Армии, которая должна была пройти через Польшу. И эти события окончились, ну, вот этим знаменитым Гамбургским восстанием 1923 года, когда не успел курьер доехать до Гамбурга, и там, не зная о том, что восстание отменено, подняли восстание, и несколько дней там буквально небольшая группа рабочих во главе Стельмана вбилась с огромной массой полицейских и так далее. И армией, да. Да, они проявили какие-то чудеса этого героизма, причём даже в самом этом округе, в Ассарканте, там не все восстали, а только та часть, которая не знала, не успели предупредить. И, значит, вот тогда Сталин ужаснулся этому, и в 1924 году на пленуме он сказал, ну, как бывший семинарист, он часто ссылался на Бога, он сказал, слава Богу, у нас Бог упас, и мы не влезли в мировую войну в связи с этими событиями. Он же сказал, что коммунисты в Германии не удержали бы власть, если бы она упала им с неба. Да, и он очень критически отнёсся к этим событиям, но всё-таки у него была тогда масса других забот, и он особо активно комментировал даже после этого вот испуга, который у него был, когда он понял, что это могла быть такая авантюра, которая бы нас связала в мировую войну, и тогда бы мы точно проиграли, потому что мы были абсолютно не готовы. Но дальше события нарастали. То есть, вот я как раз сейчас смотрю дела, связанные с компартиями Западной Белоруссии, Украины, и меня... Ты же рассказывал, вот этот период активной разведки, да? Да, 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 и меня поражает... В двух словах, напомню тогда. Да, ну вот у нас как бы то, что сейчас называется ГРУ, разведупор тогда называлось, там был такой с самого начала, он всегда был, просто те, кто сейчас этим занимаются, они об этом даже не подозревают, он с самого начала был отдел активной разведки. Ну, наиболее известный из руководителей, значит, в 30-е годы, это Мамсуров такой, Хаджиумар Джошевич, прославился в Испании, и вот он во время, с середины 30-х возглавлял этот отдел, до него там другие люди возглавляли, там менялись. Вот этот отдел активной разведки имел диверсионные партизанские группы на запредельной территории, ну, в основном на территории Польши, ну, не только Польши. И они там партизанили, захватывали какие-то там посёлки, поезда, устраивали там всякие нападения, ограбления, показательные порки и так далее. То есть, это было такое широкое партизанское движение. Ну, широко известные, оттуда вышли многие герои Советского Союза, там Орловский, Вовшасов, Рамцевич и так далее. Это будущие командиры партизан. Ну, как бы партизан и, скажем так, разведывающие группы НКВД и так далее. Тогда эти все люди были в военной разведке, в ГРУ. И они, так сказать, и вот в руководстве компартии Западной Украины и Западной Белоруссии были какие-то местные националисты, которые хотели проводить свою политику. Их не устраивало, что их заставили войти в компартию Польши, и их не устраивало то, что не поднимаются восстания и не отделяется их регион и не присоединяется к Советскому Союзу. И так как у нас не было никакой возможности тогда это сделать, но они знали, что население их поддерживает, они пошли нам на всякие авантюры. И вот просто сейчас смотрю эти дела, а даже об этом у нас, собственно, и не писали никогда. И я, кстати говоря, слышал об этом в очень общих чертах, и впервые от тебя я узнал, что это была президентская война. И вот я сейчас пытаюсь в этом разобраться, как кто, и у меня такое впечатление, что там не только было дело в их, так сказать, экстремизме этих людей, но и было дело в том, что поляки, очевидно, пытались спровоцировать еще эти восстания, чтобы окончательно разгромить там вот это рабочее коммунистическое повстанческое движение, которое их очень беспокоило. Ну, хотя бы на выборах они давали большой процент голосов, и в польском парламенте сидело множество представителей от именно вот этих оппозиционных, так сказать, коммунистических кругов, представляя Западную Украину и Западную Белоруссию. И еще больше их волновало то, что фактически в случае войны там огромное количество в лесу сидит вооруженных людей, партизан, обученных боевиков. И, естественно, в случае войны они тут же взрывают тыл и не дают полякам реально воевать. Поэтому у меня такое впечатление, что помимо вот этого экстремизма там еще была провокация со стороны поляков. Но это долгая история. Да, это отдельный разговор был, надеюсь. Думаю, что это шло по линии Пилсудского, который в это время был отстранен от власти, и для него вот именно это было очень интересной такой комбинацией, ход, так сказать. Он в это время мог действовать через польскую организацию войсковую, которая в это время, хотя официально была распущена, активно действовала. И, собственно, и переворот, когда он вернулся к власти в 1926 году, спрашивается, кто организовал? Папа Римский, что ли? Нет, Папа Римский был совершенно безобидный человек и никакого отношения к перевороту в Польше не имел. Организовала вот эта польская организация войскова. Но сейчас отрицают ее существование после гражданской войны, мол, ее не было. Ну, тем не менее. Может, нацистов тоже не было? Ну, сейчас очень много чего отрицают, да, поэтому сейчас это бессмысленный разговор. Ну, и вот и Сталин... Папи Миру, сами застрелились. И вот, значит, там был случай в начале 1925 года, когда вот такой партизанский отряд белорусов, с боем отступая от поляков, снес нашу заставу пограничную. Ну, не специально, а как бы их вынесли, так сказать. А на нашей заставе... Без жертв. Да, без жертв. Пограничников контролировала НКВД, и они не совсем знали... Кто там? Да, чем занимается военная разведка. Вот этот разведупор. А еще раз напомню, отряды подчинялись военной разведке, не НКВД. Ну, не НКВД, а ОГПУ тогда, да. И начали выяснять, кто это... Подумали, что это польские банды, а поляки тоже имели свои банды, которые засылали на нашу территорию. Но разница была в чем? Что их банды, и они, кстати, даже сейчас вынуждены это признавать, даже современные украинские националистические историки, не пользовались никакой поддержкой на нашей территории. То есть украинский народ их не поддерживал никак. Наоборот, были созданы там всякие местные отряды из крестьян, они их ловили, убивали и так далее. Значит, в то время как наши отряды там пользовались всеобщей поддержкой крестьян и в Западной Белоруссии, и в Западной Украине. И вот, значит, и даже вот эти будущие бандыровцы из ОУН, они, ну, тогда называлось УВО, Украинское военно-развитие, они поддерживали наших партизан. И вот тут вот, значит, вдруг выясняется, что это, оказывается, наш отряд вылез на нашу территорию с боем, и, а мы уже успели полякам там как что-то... И начался там скандал, была создана комиссия, это дело все запретили, сказали это все распустить, ничем не заниматься, только на своей территории готовить, а все это передать местным компартиям, и это было передано местным компартиям. И вот тогда стали создавать у нас в частях, в дивизиях стали создавать саперно-маскировочные взводы. И вот, кстати говоря, я посмотрел недавно, мне в руки попался, наконец, список наших инструкторов-партизан в Испании. И вот там как раз многие люди, вот если не знаешь, они непонятно, почему его послали туда, потому что там большинство подавляющее, они служили там командирами батальонов и так далее, вот этих саперно-маскировочных подразделений, батальонов, рост и так далее. Это спецназначение? Это замаскированный спецназ. Понятно. Да, это замаскированный спецназ. В основном из белорусского и украинского военных округов они были. Значит, спасибо тебе, Саш, за этот экскурс. Значит, Зиновьев... Да, и вот Сталин тогда озаботился, и после этого он стал, да, уже контролировать деятельность Коминтерна лично и очень плотно. И потому что он боялся, что втравят войну, что вот эти авантюристы или провокаторы, неизвестно кто, они могут в силу своих каких-то амбиций и так далее, или просто подрывной деятельности втравить войну. И, кстати говоря, ведь Коминтерн была заброшена масса провокаторов, разведчиков и так далее. Даже сейчас, вот, например, там японцы офицера полиции забросили, вот пример, да, он там обучился, его послали обратно в Японию, он стал членом политбюро там и организовал первое в Японии вооружённое окравление банка. А-а-а! А потом, да, объевинил других честных членов политбюро в провокации, их там били, пытали, одного убили такие, сами же, коммунизм, ну, потому что вот это было, так сказать, по заданию полиции было сделано. И это дело, так называемого кранского линча, после чего Компартия Японии была разгромлена. Вот пример деятельности спецслужб. Кстати, Саш, вот вопрос, да не вопрос, а опять полная какая-то чушь, Треппер, Радо, Доро, Гуревич и многие другие, как мягко Сталин наказал их, и подписано белорусской фамилией Шапира. Товарищ Шапира или господин, вы почитайте хоть что-нибудь, уже и документы архивные. Какие обвинения были при Японии, например, Трепперу и Радо были предъявлены, доказаны обвинения в расстрате казённых средств. Гуревич без ведома центра женился на иноподданных. Это так, это так только. Главное, что он работал под контролем гестапо и встречался с представителями французского сопротивления и реально выдал на массу людей. Да, масса всего. А то, что вы в огоньке прочли или в какой-то другой сортирной прессе? К чему сводить всю нашу историю к этому, к репрессиям? Да, я думаю, что многие разведчики после войны были осуждены там, и были какие-то основания для этого, их подозревали в чём-то и так далее. Ну вот, например, соратник Маневича Скарбек, он вышел из итальянской тюрьмы и пошёл работать в американскую разведку переводчиком. Ну зачем он это делал, непонятно. Ну почему было сразу же не попытаться вернуться в Советский Союз? Ну ему потом и сказали, а зачем ты пошёл в американскую разведку? Ну это был правильный вопрос. И его там сказали, ну Сталин ему говорит, пусть посидит, да, пусть посидит. Вот с Марочковским такое, да, это несправедливо по большому счёту, потому что теперь мы понимаем, что, скорее всего, это были честные люди и так далее, герои-то. Но, а я ещё раз говорю, была масса агентов. Вот, например, генеральный секретарь Компартии Египта в этот период, 30-е годы, был английский агент, араб какой-то, да, там. То есть в самом Коминтерне огромное количество проникло английских, немецких и так далее. В испанских... А не поэтому ли Коминтерн так чистили тщательно? Да, и это как раз на самом деле, понимаешь, вот тут какая история. Сталин, я думаю, прекрасно знал, что не может там не быть масса агентов. Вот, например, у нас были такие тайные школы, например, в Ленинграде была школа, где готовили финских коммунистов, да. И как сейчас мы знаем, в финской разведке удалось туда внедрить несколько своих агентов. Своих людей. Да, и они прекрасно знали и так далее. Опять же, вот в архиве, который сейчас на водном стадионе, там есть фонд бывший трофейных документов, и я там нашёл документы, что немецкая контрразведка прекрасно знала, у них были списки даже с фотографиями тех немецких коммунистов, а это сотни, которые прошли обучение в военных школах Коминтерна. Да, то есть они прекрасно это знали. Но, интересный вопрос, зная это, они понимали, что опасно нападать на Советский Союз. Вот, например, в архиве, в Коминтерне была, ну, все знают, это Томс, ну, потому что он, конечно, секретная структура. Ну, это один из главных связей. Много, да, много говорят, и считается, что это... Там был гораздо более опасный для западных стран отдел, он назывался антивоенная комиссия, антивоенный отдел, да. За этим названием безобидным, пацифистским скрывалась такая действительно зловещая для западных стран структура, это структура военной работы Коминтерна, когда они не только вели подрывную работу в буржуазных армиях, там создавали ячейки, но и получали информацию, и так далее, и так далее, о военных планах, и так далее. Это везде велась работа. Ну, и готовили боевиков на случай, значит, восстания, революции и так далее. И, зная об этом, буржуазные страны, в частности, вот Англия, например, они боялись нападать на советские страны. Вот то, что в конце 20-х, начале 30-х годов на нас не напали, хотя желание сильное было, это связано было и с тем, что они боялись. Я вот, например, смотрел дела вот этого отдела польской компартии, да, там полно, что там, схемы заводов, мосты, значит. Ну, то есть, это явно люди готовились на случай нападения, значит, Польши на Советский Союз, взрывать мосты, мешать продвижению войск, значит, взрывать военные заводы и так далее. То есть, люди готовились. То, что называется пятая колонна. Ну, пятая колонна наша. Наша, конечно. Которая помогает нам, значит. И вот это всё и Германия, и Англия, и другие, и поляки, они учитывали. И поэтому они боялись реально с нами связываться, потому что они понимали, что в их тылу люди убеждённые. А то, что это люди были не за страх, а за совесть, они доказали в годы Испанской и Второй мировой войны. Конечно. Сколько немцев вот этих прошедших комитетов боролись против собственной страны. Сколько было иностранцев в Амсбоне хотя бы. Несколько тысяч немцев поехали воевать в Испанию. Им это надо было? За какие деньги поедешь? И там очень многие погибли. И уже, Саш, а сколько англичан, американцев. Да, 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 да. Но англичан, американцев ещё понятно. А немцы, а итальянцы, несколько тысяч, они боролись против своих же соотечественников, против итальянского, и, кстати, били их каждый раз, когда с ними там встречались. Всталкивались. Да. Потом эти люди вернулись в своих страны, вот те же итальянские коммунисты и интербригадовцы, и всё руководство итальянского и президентского движения – это выходцы из Коминтерна, да. И то же самое движение сопротивления в Европе в годы Второй мировой – это выходцы из Коминтерна. Да, уж точно не буржуазные националисты. Во Франции, даже в Польше, где была относительно небольшая эта армия Любовь – это выходцы из Коминтерна. То есть вот эти деньги, потраченные на их обучение и так далее, они потом с Тарицей вернулись. Они с Тарицей вернулись. Я уже не говорю, а кто вот эти люди, которые возглавили страны СЭФ и Варшавского… После войны. Да, после войны. Это выходцы из Коминтерна, которые там обучались в Международной Ленинской школе, в других вузах. Там у нас, кстати, огромное количество вузов было Коминтерна. Коминтерна. Да. Вся китайская элита прошла через вот эти вузы Коминтерна обучения. Подавляющее большинство маршалов Мао Цзэдуна, которые, так сказать, возглавили КНР, прошли обучение в советских военно-учебных заведениях. Более 30 вузов, ну не только коминтерновских, но военных, готовили китайских коммунистов. Тысячи прошли их обучение. Наши советники там их готовили. Наши советники… У нас все знают только про Испанию. А гораздо больше масштаба была оказана помощь Китаю, начиная с 1937 года. Там легендарные фамилии, ты же их перечислял. До 1927, да, и начиная с 1937 года. Там Дэн Сиапин, Жень Юнь, Ецзи Нинь, значит, Джуде, Линь Бяо, Хулун. То есть огромное количество лидеров. Это люди, которые входили, ну, скажем, в десятку, наряду там с Ма Цзэдуном, там, Джо Инлайн, кстати говоря. Значит, они у нас обучались, работали в Коминтерне. Даже китайский Берия, значит, он этот… Каншен? Да, Каншен, он несколько лет проработал в Коминтерне, в аппарате Коминтерна. То есть не было бы никакого народного Китая, если бы не было Коминтерна и советской помощи. И, значит, Сталин начал контролировать Коминтерн, и я думаю, для него вот эти вот все тайные функции, они, наверное, всё-таки были второплановые. Или нет? Вот это у меня вопрос тебе. Он ведь использовал Коминтерн, очевидно, на очень широком фронте. Особенно активно стал контролировать Коминтерн в начале 30-х годов. И здесь он, кстати, посадил туда Молотова, ну, реально руководили Мануильский и Пятницкий. И, кстати говоря, вот причина, например, репрессий. Я смотрел следственные дела Коминтерна, в частности, вот этого Пятницкого, просто склока. Эти два человека не смогли поделить… Мануильский и Пятницкий. Пятницкий реально руководил с самого начала Коминтерном, организационной работой, но он был совершенно далёк от политики, идеологии, абсолютно далёкий человек. А амбиции были большие. А тут влез Мануильский, а это был, наоборот, такой человек очень политизированный, идеологически подкованный, очень такой хороший агитатор, массовик-затейник, что называется. И совершенно разные по характеру люди и так далее. И вот между ними началась склока. Вся организация, весь аппарат разделился на двери. На два лагеря. На два лагеря началась вот это совершенно… И под это дело стали подводить какую-то идеологию, что вот, мол, Пятницкий тормозит, он цепляется за старые догматические схемы, что он, значит, такой левый сектант, а Мануильский, наоборот, за Народный фронт. Ну, кстати, так и было реально, потому что логика вот этой борьбы внутри, грызни, привела к Пятницкого того, что он стал отрицать политику Народного фронта. И подбил целый ряд генсеков, там, Польши, других стран, на то, чтобы они выступили на 7-м конгрессе против Народного фронта. Я напомню, что такое это дело. Дело в том, что когда в конце 20-х у нас была угроза, на нас нападут, комментор провозгласил линию класс против класса. То есть линию на то, что мы будем агрессивно бороться и так далее. То есть это была такая агрессивная нападательная… То есть рабочий класс против всех в Союзе, в Беднейшем Мерсиасе. Да, да, в Союзе, что мы, значит, будем бороться, значит, и так далее. А когда же эта опасность ушла и появился фашист в Германии, нам надо было обезопасить себя, потому что в приходном Гитлера кластье поменялась международная расстановка. То есть Германия, которая до того была как бы, ну, не союзником, но хотя бы сдерживала англо-польское вот это нападение, сейчас превратилась в самую главную угрозу. И та угроза осталась, еще присоединилась эта. И у нас вообще не стало никаких противовесов. Поэтому необходимо было привести к власти в западных странах правительства, которые бы все-таки стали с нами дружить и подписали бы с нами договора. Что и было сделано в результате этой политики Народного фронта. Это было крайне умно сделано. В результате во Франции к власти пришла политика, ну, Народного фронта правительства, Леон Блюм, и они с нами, значит, вступили там в переговоры, мы подписали с ними договора, обезопасились и так далее. Опять же, система этих противовесов, это тоже дало нам какое-то время для того, чтобы это, опять же, разбило лагерь вот этот единый против нас. Франция, по крайней мере. Опять же, а кем был подготовлен Народный фронт во Франции? Конечно, Коминтерн, я думаю, принимал в этом активно. Коминтерн играл огромную роль, да. Мы это предложили, мы это... И, кстати говоря, вот интересный момент. Когда Народный фронт там рухнул и развалился, коммунисты предложили создать Национальный фронт. Об этом нигде не пишут. А Марис Терес предложил создать Национальный фронт. То есть вот то, что сейчас... Это напоминает очень... Это, конечно, не Лепен, он оставался коммунистом, и главный для него был это рабочий класс и так далее. Лепен, конечно, это Мария Лепен совсем другая организация с таким же названием. Но, тем не менее, это интересный такой феномен. И я хочу сказать, вот то, что сейчас мы говорим, да, и вот происходит эта конференция БРИКС. Это как бы триумф президента нашего, нашей страны и так далее. Мы показываем, что мы не одиноки, что нас не изолировали, что за нас такие мощные страны. Бразилия, где в лесах много... Ну, неважно, кого там много в лесах. То есть Китай, ЮАР и так далее, да? Индия. Но откуда эти страны? Да, кто? Да. Кто? Я уже сказал про Китай. Не было бы никакого дружественного нам Китая, если бы не коминтерность, советская вот эта помощь. А наоборот, был бы чанкайшистский Китай, который был бы нашим главным врагом, как сейчас Украина. Что и, собственно, наш любимый президент Рузвельт и планировал, друг Большой Советского Союза. Бразилии кто у власти? Откуда вылезли? Ну, сейчас там непонятно этот человек какой-то непонятный. Бразильские левые, давай так скажем. Да, партия труда, она откуда? Кто это Дэл Марусов? Она была коммунисткой, собственно. Состояла, правда, в такой левой экстремистской полутеррористической коммунистической организации, грабила там банки и так далее. Но не будь коминтерна, не было бы вот этой партии труда. Это же, по-моему, последняя была авантюра коминтерна в Бразилии. Ну, в 1935 году, да. Морпресс-то, сэкономерпресс. Я думаю, это вот последняя гастроль людей Пятницкого и так далее. Значит, ЮАР, откуда этот национальный конгресс? Ведь никто никогда не говорит, за что, собственно, сел Нелсон Молдейл. Нелсон Молдейл. Он сел за попытки через КГБ получить оружие и так далее. И никто не говорит, что не только Анголе и Мозамбике действовали наши советники, но они действовали в СНК. И до сих пор об этих людях никто не говорит. ВНК, да? ВНК, да, о Африканском социальном конгрессе. И то, что не будь компартии ЮАР, никогда бы не было такой активной деятельности этого конгресса. И то, что Джо Слово, коминтерновский кадр, лидер, до сих пор является национальным героем, наряду с Манделлой, кстати, в ЮАР. И то, что коммунисты там уважаемая сила, и то, что они Советский Союз. Ну, к сожалению, конечно, при той идеологии, которая у нас сейчас, это невозможно реализовать потенциал, который был заложен в этом. Мы им помогали долгие годы, и они это помнят, и они это знают. И многие из них просто знают русский язык. И прошли обучение в наших военных школах и так далее. По линии ЦК там были школы специальные, которые после Роспуска коминтерна оставались, и там людей готовили. Но, к сожалению, наша нынешняя идеология, наша нынешняя, при нынешнем режиме... У нас нет идеологии. Да. Саш, новости сейчас после новостей продолжим, и потом Александр будет отвечать на вопросы наших слушателей. Новости. Продолжаем нашу беседу с историком Александром Колпагиди. И сегодня речь шла об организации, и идёт о такой организации, как Коминтерн, Коммунистический Интернационал. Во время войны Коминтерн свою роль исполнил. Да, нам было важно добиться как можно большей поддержки со стороны союзников. Потому что Сталин прекрасно знал, что вся их, так сказать, дружба и так далее, ну, разведка, собственно, доносила, он знал прекрасно, что они готовят атомную бомбу, а нам ничего не говорят. Сюрприз под здами хотели устроить, да, там. Он знал, что они проводят такую коварную, что ли, хитрую политику. Поэтому важно было их, так сказать, ну, чтобы они, короче говоря... Чтобы они были спокойны. Спокойны, да, да, да. А так как они Коминтерн очень боялись, это для них была страшная такая угроза, то вот было принято решение его распустить. Кроме того, во время войны, значит, стало ясно, что компартии становятся массовыми во многих странах. Ну, например... Италия, Франция. Да, Бельгия и так далее. То есть, и было принято, ну, Югославия, там, Греция и так далее, что под руководством компартии целой армии, что они контролируют уже территорию и так далее. Ну, я напомню, что там, допустим, компартия Греции сама освободила, компартия Албании, там, Болгарии. Или того, чтобы с ней, с партизанами-коммунистами расправиться, англичане высаживали. Да, англичане разгромили там в Греции и в Бельгии, кстати говоря. Про Грецию все знают, и в Бельгии же ещё хуже произошло. Ну, и вот, значит, и стало ясно, что уже нельзя руководить из одного центра, нельзя давать директивную... Надо считаться с местными вождями и так далее. Ну, и вот в 43-м году Коминтерн был распущен. Ну, это не вызвало нигде никакого антагонизма. Руководители Коминтерна были недовольны, ну, никто открыто не высказался и так далее. Но все структуры остались, они были зашифрованы под какие-то структуры уже аппарата ЦК КПСС и институты. Саша, а правда, что созданный международный отдел ЦК был практически полностью укомплектован людьми из Коминтерна? Ну, не полностью, но на большинство, да. И вот, например, этот ОМС, отдел международного связи, он был в номерной институт превращен и так далее. То есть оставались вот эти радисты, радиостанции, оставались там курьеры, всё это оставалось. Но уже как бы не было вот этого рукодящего центра, то есть это было сделано всё очень, так сказать, красиво. А сразу же в конце войны, после войны, сразу же в 45-м году стали создаваться вот эти дочерние организации. Например, вместо КИМа, коммунистической иностранной молодёжи, в ноябре 45-го в Лондоне создана была Всемирная федерация демократической молодёжи. Хочу напомнить, что в середине 60-х годов она объединяла 100 миллионов молодых людей в 115 странах. 100 миллионов молодых людей. Значит, вместо Красного интернезала профсоюзов была создана Всемирная федерация профсоюзов на Парижской конференции в октябре 45-го года. Она и сейчас существует, кстати, 50 организаций сходит, 90 миллионов членов профсоюза контролируют. Сейчас она находится в Афинах, и компартия Греции через свой профсоюз ПАМИ руководит этим, значит. К сожалению, сейчас эти люди и организации нас не поддерживают. Всемирный совет мира был создан во главе с Федерикой Жулио Кюри, Джоном Берналем и другими крупными, значит, физиками и так далее. Учёными был создан, значит, в 49-м году. Международная ассоциация юристов-демократов в октябре 46-го года в Париже была создана, до сих пор активно существует и функционирует. Вместо международного женского секрета была создана Международная демократическая федерация женщин. Во главе с Жен Катонф, знаменитым физиком, профессором Сарбонны, ученицей... Кюри, по-моему. Кюри, да, ученицей Сюри, была создана в конце 45-го года, значит, в Париже. Объединяла тоже женщин из 97 стран, значит. Была создана Международная ассоциация журналистов в Копенгагене в марте 45-го года. Сейчас она находилась после... в Праге центр ее, и, кстати, демократическая власть в Праге ее в 95-м году прихлопнула. И они сейчас перебрались в Лиссабон под крыло португальской компартии. Была создана огромная организация, 5 миллионов членов в 55 странах, Международная федерация борцов сопротивления. Была создана в 51-м году и так далее. То есть, позднее была создана Международная солидарность народов Азии и Африки, значит, отдельная там организация солидарности народов Азии и Африки в Каире, на Кубе и так далее. То есть, огромное количество вот этих массовых организаций, которые, значит, руководились формально, значит, там, какими-то людьми, а фактически Советский Союз оказывало на них решающее направляющее воздействие. То есть, у нас было в это время огромное количество друзей по всему миру. Ну, например, «Юмоните» газета, кто знает, изучал французский язык, французский коммунист. «Юмонита» по СССР, которая... Даже маленькая компартия Англии издавала очень большую газету, которая... «Моллингстар», потом «Моллингстар», да, и по ней масса людей в нашей стране учили английский язык, да, собственно говоря. Даже маленькие компартии, такие, как английская, или, например, вот смотрите, вот, допустим, в Англии была маленькая компартия, да, ну, большая газета, но маленькая партия. Но, вот помнишь, была такая женщина, нехорошая, некрасивая и вредная, Эштон, Кэтрин Эштон, или как ты, вот она до Магерине возглавляла в ЕС вот международные дела, такая противная, ужасно нам вредила. Но ведь первую половину своей жизни эта дама нам очень помогала. Она была левой либористской, входила в руководство организации за разоружение английской, которую тоже мы в какой-то степени направляли, и там отвечала за финансовые дела, кассу держала. То есть она реально оказывала нам огромную помощь. Так, Саша, ведь у английских коммунистов были прекрасные связи с левыми либористами. Да, да, да. А в рамках движения за мир и ядерное разоружение. И Англия, имея маленькую компартию, оказывала огромную роль на борьбу вот в колониях. Оттуда именно стекались коммунисты из ЮАР и так далее. То есть это был центр такой антиколониальной борьбы, и понятно, что Советский Союз тут играл решающую роль. Саша, скажи, пожалуйста, есть мнение, а мы их всех кормили, а толку шиш? Нет, я ещё раз говорю, мы тратили, вот какие деньги, вот о каких деньгах идёт речь? Да. Вот, ну, например, возьмём в 70-е годы, да, то есть вот в 80-е годы возьмём, последние годы, да, когда вроде бы должны были быть самые большие суммы. 22-23 миллиона долларов в год. И всё. И всё, да. Вот фонд поддержки левых рабочих партий, 22-23 миллиона, причём не мы все платили. Фонд этот был создан в 52-м году, поначалу мы платили 50%, в конце мы уже платили 80%, остальное платили это болгары, ГДРовцы, поляки и так далее. Почему изменилась сумма? Потому что Китай вышел, поначалу Китай входил, но при Никите Хрущёве, значит, этом странном человеке, премудром руководстве, в кавычках, китайцы поняли, что, значит, это не те люди, на которых надо равняться, и произошёл раскол трагический, и вот, значит, китайцы вышли из этого фонда. То есть это копейки, даже по ценам 80-х годов, ну, доллар был, конечно, мировая политика стоит денег, это везде и всегда. Быть мировой супердержавой за такую грошовую сумму, ну, я думаю, сейчас любой олигарх наш там, даже не Абрамович, а какой-нибудь совсем уж маленький, может позволить себе в год тратить эту сумму. Да, ну, понятно, что это только прямое финансирование фонда. Например, у многих компартий были фирмы, и говорят, вот эти фирмы, мы им там какие-то преференции давали, ну, извините, но, с другой стороны, мы через них и получали какое-то технологическое оборудование, которое... Да, француз же был, который там он сюда поставил. Да, это был француз, который, значит, тоже выходец из Коминтерна, кадровый сотрудник, начинал в компартии Польши, его перебросили во Францию, движение сопределения, то есть он руководил крупнейшей фирмой по закупкам зерна, когда у нас вот были проблемы с продовольствием и так далее. Вот эта огромная фирма была, он тоже был фактически реально там миллиардер там, но фактически это всё, что... То есть был ещё во Франции домек, по-моему, тоже, там это огромные были... Да, 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 и не только во Франции, в Австрии особенно активно это, в Греции и так далее. Поэтому говорить о том, что это были какие-то траты народных денег впустую, нет, нет, мы таким образом обезопасили себя от войны, и мы получили статус международной супердержавы. Но не только мы, всё человечество, была конкуренция, было два блока, развивалась культура, развивалась наука, развивалось, значит, международное сотрудничество. И после того, как этого не стало, что мы имеем? Мы имеем в виду ИГИЛ, мы имеем в виду Клинтона, эту барышню и Трампа, мы имеем в виду развал полный по всем линиям и деградацию цивилизации, мы имеем в виду гомосексуальные браки, всякую эту... А какова деградация правящих элит Аланд? Да, да. Ну это кто? Да, да. И это замечательная женщина в Германии и так далее. Да, 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 да. То есть мы, кстати говоря, женщина-то была не просто активистка, а она была там, отвечала за идеологию там у себя в комсомольской организации. И, кстати говоря, и не только это Кэтрин Эштон, но это Маггерини, она тоже была комсомолкой, активисткой и красавицей, да, а сейчас на неё страшно смотреть. И посмотрите, то есть вот, например, недавно умер такой философ французский, очень крупный, известный Андрей Глюксман, да, это был ярый русофоб. Ещё? Ещё как? Он не просто русофоб был, у него любое сочетание с прилагательным русский вызывало ненависть. А ведь этот человек в молодости был там студенческим активистом-коммунистом, потом он маистом стал, а в начале 70-х годов он стал одним из так называемых новых философов, вся философия которых заключалась в одном коротком слове, аббревиатуре, ГУЛАГ. Вот, когда началась вот эта кампания по раскрутке Солженицына, я напомню, что архив Солженицына вывез человек из Советского Союза, который через несколько лет, ну, сотрудник посольства, стал директором АНБ, Агентства национальной безопасности. То есть Солженицын это не просто какой-то писатель. Это проект. Да, это проект. Даже, можно сказать, наверное, Саш, операция. Операция. И судя по тому, что это сейчас в наших школьных учебниках, эта операция во всём продолжается. И вот, значит, хочу напомнить, да, вот это, появились эти новые философы. Не один Солженицын, там целая была огромная кампания, там миллиарды потрачены были на раскрутку этого ГУЛАГа, да. Значит, и, значит, этот Глюксман вот стал тогда фигурой. И вот он, и уже Советского Союза не стало, казалось бы, да, и он, тем не менее, до последнего дня, и сейчас его сын продолжает. Но кто был его отец? Папа, дедушка. Это был человек, один из банкиров Коминтерна, который крутил деньги в Аствага. В Китае работал и погиб во время войны трагически, да. То есть, это человек, который работал на нашу страну. И работал очень активно, рискуя свободой, там, жизнью и так далее. И погиб. Саша, а сколько таких людей, и про них мы никогда не узнаем? Да, огромное количество. Огромное количество? Да, огромное количество. Вот по поводу этого в Аствага случайно мы узнали из английских архивов, так сказать, всплыло кое-что. Саша, буквально, конспективно. Вот такая организация, которая... Как бы еще раз? ВОСТВАГ. ВОСТВАГ. ВОСТВАГ, да. Она, иногда называется, сеть мобилизационных организаций ГРУ на случай войны. То есть, продавали золото, меха и так далее под видом иностранных фирм. Получали валюту, на эту валюту создавали фирмы, там были деньги, паспорта и так далее. То есть, это такая была структура военной разведки, которая под видом, значит, западных фирм, ну, в основном, многие росли из Китая. Действовала в Германии активно, во Франции, в США, ну, во многих странах. И вот там, значит, вот эти крутились деньги, многие из этих денег шли на закупку западного военного оборудования, которое так было бы не купить. Получали валюту, которую нам очень не хватало. Кстати говоря, надо сказать, что это был вопрос жизни и смерти, получения валюты. Индустриализация, модернизация, все это надо было, да, технологии закупать и так далее. Поэтому, еще раз говорю, да, эти люди в то время служили нашей стране. Причем служили они не просто вот за деньги, да, то есть, этот воствак приносил огромную прибыль. Собственно, этот папа этого Андрея Глюксмана приносил нам не только там какую-то секретную миссию выполнял, но он и прибыль приносил нашей стране. А сын его и внук, они к нам гадят, стали злобными русофобами, ненавидят нашу страну. Ну, не они одни, там, целая куча этих такого рода персонажей. Ведь не всего же такие люди есть и в нашей стране. Вот это совсем. И я хочу вот ответить этим людям, которые одурачены в конце 80-х годов этой всей пропагандой из огонька. Они, значит, там был тезис, что зачем мы выкидывали... Егор Тимонович Гайдар не раз это говорил. Вот мы выкидывали огромные деньги. Ну, во-первых, деньги не огромные. Во-вторых, мы получили на Западе огромные организации, сотни миллионов людей объединявшие, да, сотни миллионов, выступавшие в нашу поддержку. Огромное лобби – культурное, экономическое, политическое. Термин вот этот «попутчики», да, когда люди, даже не будучи коммунистом, поддерживали нашу страну. Мы получали огромную помощь от этих людей, да. Иностранные специалисты участвовали и играли огромную роль в модернизации. Люди, вот эти рабкоры – это, значит, движение рабочих корреспондентов, которые коммунистические партии, особенно во Франции и в Германии, активно насаждали. А потом выяснилось, что через этих рабочих корреспондентов, что там в редакции сидит специально обученный человек, который всю переписку просматривает и... В особенности с оружейных, военных, заводов. То есть, огромное количество того, что сейчас называется научно-техническим и промышленным шпионажем, шло через этих людей. Причём они за это деньги не брали, и более того, обижались, когда им деньги предлагали. Значит, мы получили кадры, которые сыграли огромную роль в годы войны в движении сопротивления, в разведке, значит, в Испании и так далее. Благодаря этому рухнула экономическая система, значит, которая существовала, и мы получили огромную поддержку там в Азии, Африке и других странах. Мы получили Китай, получили другие соцстраны, образовался соцлагерь. Мы получили, значит, в этих странах, в Америке, в Англии, везде, особенно во Франции, в Италии, где коммунисты даже в правительство входили одно время. И, кстати, и в Латинской Америке во многих странах входили, и в том же, на Кубе, и до Фиделя Кастера уже, значит, после войны входили в правительство. Кстати, это можно сказать американцам спасибо. Они из Фиделя сделали коммунистов, потому что коммунистом Тарауль был, по первости. Да, и, кстати говоря, вот посмотрите, вот если бы этого не было, это мы получили статус мировой державы, и человечество получило противовес американской гегемонии, и имело возможность в условиях конкуренции развиваться. Человечество, это не только для нас, не только для России, Москвы, это для всего человечества приносило огромную помощь. Иначе бы за борьбу за мир не выходили бы на демонстрации десятки, сотни миллионов людей. Сейчас вот получают люди Нобелевскую премию уровня Боба Дилана, посмотрите... И Светлана Алексеевича. Да, да, Алексей Алексеевича. Посмотрите, кто получал Нобелевскую премию тогда, да. Ну, я не беру Солженицына, это понятно. Не, ну это, Бертран Рассел, тот же самый, пишите... Светлана Алексеевича. Удары там каждый день, мы живем, каждый день гибнут тысячи людей. Посмотрите, сколько людей погибло в Сирии, в Афганистане, в Ираке, в Ливии и так далее, и продолжают гибнуть в Нигерии и так далее. И это следствие отсутствия противовеса, следствие отсутствия второй супердержавы, которая бы могла бросить вызов американскому. Когда, кстати, вот яркий пример, высадились бы они на Кубе-нибудь в Советском Союзе? Нет, не высадились. То есть, они высадились, но президент Кеннеди, которым обещал воздушную поддержку и прикрытие, он ее не дал, потому что, я думаю, они с братом поняли. У Боба Дилана есть песня, где он, там есть слова типа такие, что важно следить за погодой. Да, да, да. Возникла организация в Америке. А мне не нужен метеоролог, чтобы сказать, откуда вы ответили. Это была организация метеорологов, да, уэзермены, да, это была организация радикальных студентов-коммунистов, которые с оружием в руках боролись против американского... Взрывали, они по большей части бомбы взрывали. Фильм недавно с Робином Редфордом был о том, что до сих пор этих людей ловят, ищут и сажают в Америке. До сих пор. Прошло уже сколько лет. А когда в 56-м году Израиль, Англия и Франция напали на Советский канал когда-нибудь? Да, да, да. И когда Советский Союз сказал, что дело кончится тем, что мы будем защищать Египет, всё, всё прекратилось сразу же. И не только Советский Союз, во всём мире были выступления, огромное количество людей выступило. Саш, ты можешь, просто мне хочется, чтобы ты чуть-чуть подольше поотвечал на вопросы. Да, можно. Ты можешь подвести итог? Вот Коминтерн, его роль в мировой истории. Да, ну мы видим, что как грамотно, умело Советский Союз проводил то, что называют, ну Сталин стоял у основы этого, да, проводил политику. Ленин, конечно, Ленин, ну и потом Сталин подхватил у основ политики вот этой мягкой силы. Не только революции, восстания под равнодействием, но и мягкая сила. Огромное количество людей обучалось у нас. И, кстати, и после распуска Коминтерна огромное количество иностранцев у нас обучалось. Огромное количество было газет, телевидение, радио и так далее. Все это работало, все это машина крутилась. И это обеспечивало нам статус мировой державы наряду с армией и флотом. Вот недавно замечательный депутат Хейнштейн сказал, что у нас сейчас больше, чем было при Александре, царе Александре, которому фраза это принадлежит. Армии. Да, тогда были армии, флот. А у нас сейчас есть еще национальная гвардия. Большей глупости сказать нельзя. Дело в том, что что такое национальная гвардия? Это бывшие внутренние войска. Для чего в каждом стране существует внутренние войска? Для подавления собственного народа в случае беспорядков. Чем занималась национальная гвардия США в конце 40-х, когда шли выступления против Вьетнама? Расстрел Кенского университета. Это именно расстреливали. В конце 60-х. Это расстреливала именно национальная гвардия. Кстати, чем занимаются жандармирии во Франции? Да, да. И, конечно, сказать, что это друг... Да, какой-то части там олигархической, бюрократической нашей страны, это, безусловно, третий союзник появился. Но не у русского народа появился третий союзник. Не, ну, все-таки там все эти бесчисленные... Да, и союзником нашим были вот эти вот коммунистические все структуры, Всемирный совет мира, Федерация демократических молодежи, профсоюзов женских... Кстати, Александр Кенштейн уже не депутат, я хочу тебе напомнить. Ну, нам сейчас скажут, сейчас же ведь эти... Ну, может быть, хорошо, он довольно веселый персонаж, и приятно его слушать и наблюдать, да. Вот, значит, Саш, тут несколько... Да, некоторым я прошу обратить ваше внимание, вы пишете много и не читаете, потому что вы неинтересны. Свои злоби, тупости, ну, неинтересно, ну, вам надо с этим смириться. В понедельник... А вот тут вопрос по поводу того, что кто хотел напасть на нас в конце 20-х... Да, 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 да. Мы уже целую программу по этому говорили. Великую депрессию, когда была у нас Вторая гражданская война. Да. Да, ну, это... Вот, я просто хочу, чтобы в понедельник некоторых из вас совсем единиц ждет сюрприз, вы будете забанены. Я не буду останавливаться на ваших личностях, они уж больно как-то мелкие. Саш, вот вопрос. Вот был вопрос, зачем распустили Коминтерн, это ты на него прекрасно ответил. Вот тебе вопрос, он не относится... То есть, относится, но посредованно. Как вы относитесь к Маннергеему, Саша? Ты же ведь из Ленинграда у нас. Да. Ну, естественно, я считаю, что... И являлось ли правительство Финляндии в период Великой Отечественной войны коллаборационистом? Вот здесь вот полное незнание истории, конечно. Какие они были коллаборационисты, они были союзники? Союзники, да. И я просто хочу сказать вот такой факт, который у нас никто почему-то не вспомнил во время всей этой дискуссии. Я вообще считаю, что это безобразие, провокация. Что, что высшие лица государства в этом участвуют, для меня просто загадка. Я не понимаю, почему власть сама вносит в общество раздрай. Нам говорят про какие-то скрепы, сами вносят раздрай. Там высшие лица государства участвовали. Эти люди... Да, там был бывший руководитель президентской администрации и нынешний министр культуры. Наш главный историк страны, да. И, значит, безобразие, конечно. И понятно, что... Я просто хотел тут просто вставить свои три копейки. Дело в том, что в 1931 году Маннергейм как бы вернулся к власти во Франции, в Финляндии, на волне фашистского движения, Лапуасское движение. Просто откройте Википедию, наберите Лапуасское движение и так далее. И тогда, когда он вернулся к власти, наши военные, генштаб, впервые вынуждены были поставить Финляндию в число стран, вероятных противников. Вот результат деятельности этого Маннергейма. Стоило ему только вернуться к власти. Я уже молчу, какой там террор в 1918 году, когда там гражданская война. Говорят, что расстреливали и красные финны, белых и те. Ну да. Вопрос, сколько расстреляли белые, да. Ты же, у тебя же была передача «Красные...» Ты здесь был. «Красный и белый террор». Да, и те, и другие. Ну давайте посмотрим, кто начал. Белые финны расстреляли, по-моему, там 70-80 тысяч красных финнов. Включая женщин, очень много. Там самый массовый расстрел в истории Финляндии, это был при этом. Сейчас говорят, ну, Маннергейм был против этого. Ну и Петлюра был против погромов. А его подчиненные устроили 90% погромов на Украине. И то, что Шварцбарт убил Петлюру ни за что. За что? За что убил? Потому что он руководил этими людьми. Они его называли своим лидером. И он должен за них отвечать. И Маннергейм должен отвечать за белый террор во время гражданской войны. Чудовищный террор. Причем Маннергейм же туда привел немецкие войска. Он победил-то на немецких штыках. И еще раз повторяю. Он на волне фашистского лапуасского движения. Пришел к власти. Да, он сам не состоял в этом движении. Но эти люди его фактически привели к власти. Это то же самое, как Пилсусский ни в чем не виноват. И он сразу же стал сотрудничать с нацистской Германией. Никто его не тянул. Никто не заставлял. Не будь этого сотрудничества, не было бы никакой советско-финской войны. Он спровоцировал своим поведением. Так же, как прибалтийские элиты спровоцировали вот эти события 1939-1940 года в Прибалтике. Они, если бы было ясно, что они, допустим, поддержат Советский Союз и другие страны демократические против Гитлера, никто бы ничего не делал. Но так как было ясно, что они тайно, открыто... Монаргей, кстати, не особенно-то скрывал свою прогерманскую ориентацию. Будут ориентироваться на Гитлера, то пришлось это все делать. И то, что финны не обстреливали, не обстреливали, да какая разница? Они участвовали в блокаде? Да, участвовали. И там погибли сотни тысяч людей. И на совести финнов это... А какой террор творился на захваченной территории Карелии, концлагеря? А сколько там людей погибли? Да, они не смогли всех русских засадить, потому что слишком много русских. Ну, пытались. Да, не все русские попали в канцелярию. Ну, пытались. И сколько там погибло, и террор там был более жестокий, чем... Кстати, у нас это мало знают, ведь... У нас сейчас знают только красный террор был. Да, да. Говорят, а белый, как и белый был. Ну, Саша, дурака учить, ты же понимаешь. И я думаю, что это, конечно, не просто безобразие, это просто провокация. Провокация. Саша, новости сейчас, последний получас программы, ты отвечаешь на вопросы слушателей. Новости на радиостанции, говорит Москва. Продолжаем нашу беседу с Александром Колпакиди, с историком Александром Колпакиди. И сейчас он будет отвечать на ваши вопросы. Но сначала вот один из вопросов, который пришел. Человек в панике. И я, конечно, против человеческой беды пройти не могу. Никита Ружич. Да. Честно говоря, слушай, все это у меня голова идет кругом. Ну, это описка. Не понимаю, чему верить. С детства меня рассказывали, и я читал одно, сейчас другое. Непонятно, чему верить. Ну, надо все-таки стремиться поглубже копать. Все-таки Википедия – это не главный источник здания. Да, но я, с другой стороны, человека понимаю, действительно, в условиях, когда вот такой идет информационный накат. Хотя нам говорят, что вот мы против либералов. Мы против всех. Да, либералы, значит, там духи французские воруют, лес какой-то там распилили и так далее. Но, тем не менее, все-таки надо пытаться найти правду. Есть какие-то блогеры, есть какие-то сайты, где все-таки есть какая-то реальная правда. К сожалению, этого очень мало. Саша, вот я сегодня смотрел, готовясь к передаче, и вчера сегодня, Коминтерн. Ты знаешь, большое количество мути, но можно найти серьезное исследование историческое. Ну, знаешь, люди все заняты у своих проблем. Вот человек живет, живет там где-то, работает, друг, бац, он заинтересовался Коминтерн. Ну, это невероятно. Поэтому все-таки надо иметь каких-то историков, ну, например, таких, как Юрий Жуков, да, или Юрий Николаевич, Емельянов, да, и вот их читать, на них ориентироваться, потому что, понимаете, дело в том, что есть люди аганжированные, да. Вот я, например, очень уважаю Никиту Петрова, да, но он работает в мемориале, это его источник дохода, да, он так скажет. То есть он там деньги получает. Да, он там получает деньги. Поэтому трудно ожидать от него объективные позиции, даже если он что-то разочаруется в своих взглядах, как, например, Зиновьев или Максимов, да, он об этом не скажет, потому что он тогда умрет с голоду. А вот люди независимые, да, как, например, Жуков, который работает так, где у него неприятности из-за его взглядов, где его там откровенно... Емельянов. Да, или Емельянов, да, то есть независимые люди, которые есть, ну, независят, ну, то есть сейчас у нас трудно, такая система, вот вроде государственничества, всё, но от человека, который работает в институте, от него трудно ожидать объективности, потому что его могут уволить с работы и так далее. Потому что вот это, несмотря на все заявления, вот этот накат либеральный в области истории, он продолжается, да, вот это ГУЛАГ, вот всё, что вы можете, что пишут наши вот эти историки, так называемые... Очень короткий набор мифов, которые постоянно развиваются. Да, 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 продолжается то же самое, что было в конце 80-х. Я даже скажу ещё, и подпитываются. Да. А объективному историку, независимому, независимому, ведь ни Жукову, ни Емельянову, ни Куба, ни Китай их не поддерживают, не платят и так далее, ему очень сложно, особенно молодому, потому что, как говорится, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Конечно. Поэтому очень сложно разобраться, я просто могу вам посочувствовать. Да, ну, сейчас от своего сочувствия голова на место встанет, наверное. Итак, сейчас, давай, надевай наушники, пожалуйста. Пожалуйста, ваш вопрос, Александр Колпакиди. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, стоит ли сейчас перед Россией задача создания подобной такой же организации, как Коминтерн? Ну, конечно, не Коминтерн, но что-то вроде этого. И если у Коминтерна в основании была идея коммунизма всеобщего мирового, то что может быть в нынешнем современном мире? Спасибо за вопрос. Да, я думаю, что, конечно, стоит, это просто создание, ну, может быть, конечно, не Коминтерн, но некой организации, где в основе будет идея, опять же, справедливости, той же самой социальной справедливости. Не то, что мы занимаем второе место по миллиардерам в мире и этим гордимся, а именно и то, что у нас самый большой процент живущих за чертой бедности в Европе и самый маленький процент читающих, это не социальная справедливость. То есть у нас Конституция гарантирована, значит, вот это социальное государство, но его реально нет. Мы должны явить миру пример именно социальной справедливости. И прежде всего потому, что эта идея, эта идея как бы ментальная, присущая русскому человеку, идея социальной справедливости. И эту идею, это наша фишка, которую мы должны явить миру. На базе этого может создаться некая организация. Да, сейчас за нас голосуют в Евросоюзе, насколько я понимаю, около 15% депутатов. Но это депутаты, с одной стороны, от фракции, значит, объединённые левые, значит, это крайне левая партия, это наследие Советского Союза. Они голосуют только по одной причине, что мы выступаем против Америки, за справедливость, за многополярный мир, по этой причине они нас поддерживают. В 78% случаев они голосуют так или иначе в поддержку России. Но они осуждают наш олигархический режим, они осуждают вот эту социальную справедливость, которая у нас в обществе торжествует уже, там, не знаю, 25 лет. Они осуждают отсутствие вот этих реформ, о которых все давно уже говорят и требуют. Значит, поэтому они условно нас поддерживают именно на международной арене. Кроме того, нас поддерживают две правые фракции. Вот эта фракция крайне правых во главе с Мориль и Епен, они вообще практически всегда голосуют. 93% случаев в поддержку России. Я тут не беду финансовый аспект, который там присутствует. Вот они нам близко. И умеренных правых консерваторов, Европа за свободу и прямую демократию, они в 67% случаев голосуют на нас. Ну, разве хорошо, что крайне националисты нас поддерживают? К чему это? Почему именно все скандалы с финансированием политиков на Западе связаны именно с финансированием этих людей? Я не вижу в этом будущего, потому что крайний национализм, он вреден и опасен. Если бы Советский Союз проповедовал крайний национализм, а не братство народов, не международную справедливость, не равные права для всех народов и государств, он бы никогда не стал мировой супердержавой. Я думаю, что нам надо прежде всего выработать идеологию, основа которой будет та же, что в Советском Союзе. Социальная справедливость и прогресс. Развитие общества на научных основах ради всеобщего блага, а не ради блага корпораций. Не ради того, чтобы губить природу, губить цивилизацию, губить культуру, а ради развития человечества. Вот этот проект, безусловно, мог бы реализоваться, и тогда бы мы стали реальной, полноправной мировой державой. И не только в области вооружения, что, на мой взгляд, это не очень умно и хорошо, а в области, прежде всего, экономики, в области, прежде всего, социальной, в области футурологии, в области развития будущего. Сейчас ты говоришь о гармоничном развитии. Кстати, напомню, посмотрите в Википедию. У Сталина был проект, так называемый, проект преобразования природы. Вот то, что зеленые появились там, 70-е годы и так далее. Это реально основа этого, сталинские планы преобразования природы, для того, чтобы сохранить природу от умирания, от гибели. Вот у нас климатические все эти вещи, конгрессы и так далее. Проводят конгрессы, ничего не происходит. Америка против, Китай против, ты против, эти против. Одна болтовня. Все время принимают какие-то резолюции. Если только вот такая всемирная сильная организация, которая могла бы быть, то будь Советский Союз, вот этого болтовни пустой не было вокруг спасения природы, спасения климатического человечества и так далее. Я думаю, безусловно, необходимо это делать, но надо делать, выработав новую идеологию, идеологию, которая служила бы привлекательной для всех. А у нас сейчас единственный козырь – антиамериканизм, и больше ничего нет. Этот козырь был из Советского Союза, но этот один из козырей, так сказать, а их было там множество. 7373-948, ваш вопрос у Александра Колпакиди, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Алла Васильевна, Москва. Александр, будьте любезны, скажите, вас когда-нибудь приглашают на писание каких-то разделов нашей настоящей истории прошлого? Ведь не зная истории, будущего не будет никогда. Спасибо большое. Меня, естественно, не приглашают. Да ещё чего. Да, ну там есть… Вот это беда, кстати, вот наша историческая наука, вот эти институты, которые существуют. Дело в том, что там надо проводить радикальные реформы, там надо мотивировать людей иначе. То есть продолжается, на самом деле, там ничего не изменилось с конца 80-х, начала 90-х годов. Там продолжается эта система, когда наши исследователи больше зависят от западных грантов, чем от внутренних зарплат, когда быть каким-то там государственником патриотов, это быть белой вороной, там подвергаться издевательским шуткам и так далее. То есть, ну вот, к сожалению, наша историческая наука находится в полном упадке. У меня такое впечатление, что нашей власти, нашей быдлой элите, она не нужна. Власть считает, что наша история опасна для её господства. Вот нужны стадионы, нужно дешёвое пиво. Ну, не знаю, куда этот путь приведёт, по-моему, в никуда. А действительно, наша история в страшном кризисе. В страшном кризисе. Вот люди, о которых я говорил, там, Жуков, Емельянов, так сказать, ну, не только эти, там есть и другие, значит, это люди уже пожилые. Молодых историков практически нет толковых. Ну, вот единственное, кого я знаю, это Драбкин, Исаев, но опять же это Великой Отечественной войны. Я бы сказал, это люди относительно молодые. Я их начал печатать ещё в начале 2000-х годов. Они уже 15 лет крутятся в обоими, так сказать. А вот молодые историки, которые занимались бы вот разоблачением тех мифов, которые нам постоянно подсовывают. Тут я вынужден с тобой согласиться. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос, Александр Колпакиди. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, Светлослав. У меня вопрос такой к Александру. А что, что можно предпринять, если, вы знаете, ведётся на самом высшем уровне, вот, например, поездка патриарха и так далее. Постоянно антисоветская, антикоммунистическая. Ничего невозможно. Просто будут кранты и всё. Вопрос, 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 вопрос. Митинг объявлен не был. Митинг в эфире объявлен. Понятная его мысль, да. Да, я с вами согласен. В нынешней ситуации, в той нынешней партии, которая навязана идеологической нашей стране, то политике, которая проводится, значит, президентом, ничего пока нельзя. Ну да, вот такие мелкие щипки. Ну, я уже сказал, мы доживаем советское наследство. Это не только в области военной техники, это не только в области, там, науки и культуры. Ну, вот этот БРИКС. Вот вам я предприняю. Не было бы никакой Индии не будь помощи Советского Союза. Не было бы никакой Бразилии, которая нас сейчас подъявила. А была бы проамериканская Бразилия, которая она была, кстати говоря, когда русов с оружием в руках боролась против американских ставленников в Бразилии. Не было бы никакого Китая и так далее. То есть мы доживаем советское наследство. Но сколько ещё можно жить? Время-то идёт. Необходимо создавать свою новую альтернативу, свой новый проект видения мира. Потому что явно идёт не только деградация духовная, культурная, научная, экономическая. Идёт ещё вымирание просто планеты. Она умирает. То есть мы видим эти все вещи, связанные с климатом, с психийными бедствиями и так далее. Видно, что корпоративная, вот эта организация экономики, эти корпорации, это эгоизм, это перетаскивание дела на себя. Мы вот возмущаемся, вот то, что у них там бонусы, они там миллиарды получают, хотя люди разоряются и так далее. Но это же не главное. Да пусть они получают эти миллиарды. Главное, чтобы они не разоряли планету. Они разоряют планету, они её губят просто-напросто. Вот это главное. И надо свой проект, конечно, вырабатывать. Но я думаю, что должна смениться, очевидно, произойти смена поколений, когда должны выйти новые люди. Потому что, ты понимаешь, Саш, вот у нас всё-таки чуть-чуть мы пошли в сторону социального протеста. Но я всегда всем этим там, не буду я их называть, которые говорят, они говорят о революции. Какая революция в России, которая уже пролила столько крови, а вот только постепенный прогресс. Вот тут, кроме этого, я только в это верю. Прогресс и АБХС. Ну, не без контроля, конечно. 7373948, ваш вопрос, Александр Колбагетти, желательно исторический. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, моя фамилия Митин. Я хотел бы вас спросить, знаете ли вы о новой идеологии, которая основана на духовности? Не, 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 вот с духовностью... Не знаю, в нашей стране, по-моему, не может быть. Я не знаю, что такое духовность, я знаю, что такое богатое население, мы знаем. У нас национальная идея на сегодняшний день – это деньги. Да. Причём не заработанные, а раздербаненные. Любые. Освоенные и так далее. То есть, какая духовность? Конечно, среди народа полно разных организаций, кружки создаются там, и не только, кстати, в светской, религиозной среде и так далее есть, да. Но что касается вот правящей элиты, правящего слоя вот этих корпоративных, олигархических слоёв, у них только одна идеология – доллар, даже не рубль. Всё правильно, абсолютно. Вот тут я согласен, но говорить, что они там, предположим, хорошо живут, а мы духовные, что у нас, 150 миллионов интеллектуалов живёт? Я как-то, нет, я вот сомневаюсь в этом. У нас читают меньше, чем в Европе. Да, вот, кстати, по последним данным. Мы были самой читающей страной в мире, сейчас мы скатились в Европе на последнем месте, ну, на уровне Бразилии, где в лесах много диких читателей. То есть, это позор просто. 7-3-7-3-9-4-8, ваш вопрос, Александр Кулпакиди. Здрасте. Извините, пожалуйста. Не могу. Очень хорошая передача. Вопрос будет такой. Почему так поздно у нас появилась туалетная бумага? До свидания. До свидания. Это пытливый ум. Я вот, честно, я бы встречаться не стал. Знаете, ну подумайте сами. Вот по официальным данным, 20% населения Российской Федерации живёт за чертой бедности. У нас 20% нищих, каждый пятый россиян. Это официальные данные? Но у них наверняка есть туалетная бумага, она очень дешёвая. Да. И, кстати, это же ведь не какие-нибудь вражеские голоса. Это официальные данные. 7-3-7-3-9-4-8. Пожалуйста, ваш вопрос, Александр Кулпакиди. Здравствуйте. Александр, скажите, пожалуйста, были ли в деятельности Коминтерна какие-либо специфические методы работы, например, французм или подкуп? И другой вопрос в истории. Вот аналоги Коминтерна по методам работы. Не по цели, а именно по методам работы. Какие вы могли бы назвать наиболее близкие? Ну, честно говоря, Коминтерн же не был первым международным объединением трудящихся. Был первый интернационал и второй интернационал. Но они скатились на поддержку своих властей. Они, собственно говоря, поддержали Первую мировую войну и скомпрометировали себя. Почему и появился этот Коминтерн? То есть были, безусловно, был союз коммунистов. Ну, не знаю. Дело в том, что какие-то части, да, допустим, можно проследить в масонстве, в профсоюзном движении. Ну, политические движения, они, в общем-то, все с чем-то схожи. Есть какие-то общие черты. Но такого вот масштаба организации, которая бы служила, которая бы создала структуру во всех, так сказать, и в профсоюзах, и в рабочем движении, и в крестьянском, крестьянский интернационал, спортивный интернационал, женский интернационал, молодежный и так далее. Такой аналогичной структуры, которая бы охватывала весь мир, все слои населения. Такой не было. И главное, что не было организации, которая ставила такие прогрессивные цели. А именно создать новый мир. Мир всеобщей справедливости, мир без войн и эксплуатации. Вот цель человечества, цель развития человека – это мир без войн и эксплуатации. Это не я сказал, это сказал один еврей немецкий. Я думаю, что такой организации, конечно, не было, но она необходима, потому что иначе человечество, планета Земля просто катится в пропасть, и это очевидно. Кстати, если бы Коминтер не был нужен огромной части человечества, ничего бы не получилось. Да, а что касается подкуба, конечно, они использовали. Например, они часто, например, в том же Китае, там чагашисты арестовывали коммунистов, приговаривали к смерти, они выкупали. Это и в Польше было, во всех странах, где были диктаторские режимы, они использовали, подкупали полицейских и так далее. Кстати, многие наши агенты поначалу были подкуплены Коминтерновскими кадрами, а потом переходили плавно в руки НКВД или ГРУ и так далее. То есть использовали все методы, кроме тех, которые могли скомпрометировать саму цель. То есть вот почему я говорю, что Ленин никогда не брал немецкие деньги? Потому что Ленин сказал, что мы должны использовать все методы, кроме тех, которые нашу цель скомпрометируют. Вот подкуп китайского чиновника, чтобы освободить приговорённого на казнь коммуниста, это не компрометирует коммунистическую цель. Абсолютно. Да, да. А есть какие-то методы, которые компрометируют. Например, вот немецкие деньги, конечно, компрометировали бы. Поэтому я думаю, что тут надо всё-таки понимать, да, использовали, но до определённой черты. 7373-948, ваш вопрос, Александр Колпакиди. Вот всё историческое, оно направлено для того, чтобы... А вы не заработаетесь, нет? У нас есть модель общества, где люди работают. Нет, нет, всё. Саш, я говорю, у меня в передаче митинг будет только тогда, когда я его объявлю. И мнение меня не интересует. Меня и, нет, скорее всего, Александр и меня прежде всего интересуют ваши вопросы. Ну, просто здесь мы видим, что людей мало интересует история. А нас интересует история. 7373-948, здравствуйте. Алло? Да, здравствуйте. Добрый день, Лариса. Пожалуйста, Лариса. Добрый день, Александр, спасибо большое. Я-то как раз изучаю сейчас именно это время. В 20-е годы, когда все были просто, понимаете, настроены вот на социализм, читаешь вот Джека Лондона, всё. А сейчас вот, когда я была в Европе, там идёт деградация, понимаете, полная деградация моральная. Вот, Ленин, наверное, был прав. Но там есть левые движения. Ларис, вопрос можно? Ларис, можно вопрос услышать? Вы относитесь к этим левым, там могут они что-нибудь создать вместо правых? Спасибо. Дело в том, что, видите ли, левым очень сложно. Когда был Советский Союз, это был их бастион. Вот это очень сложный вопрос, мы сейчас уйдём в дебри. Дело в том, что это упирается, как ни странно, в дискуссию по поводу Брестского мира. Когда Ленин сказал, что всемирная революция – это вещь хорошая, но нереальная. А существование Советского Союза, который будет поддерживать борьбу рабочих по всему миру – это вещь реальная. И мы пойдём на какое-то там отступление, пойдём на сделку со собственной стороной, но мы сохраним у народа во всём мире надежду на победу. И вот пока был Советский Союз, левое движение наступало, прогрессировало. Сейчас оно в стагнации. Оно существует, да, я уже сказал, в Европейском парламенте есть большая фракция крайних левых, но там нет общего стержня, нет общей идеи. Значит, все потихоньку как-то там деградируют и так далее. Развития нет нигде. Но тем не менее, те компартии, которые там, значит, действуют во Вьетнаме у власти, там на Кубе, а в Китае, они вполне адекватны, вполне, так сказать, процветают. И Вьетнам одна из самых… Вот, кстати говоря, вот один из наших сейчас лучших друзей – это Вьетнам. Ну, Хо Ши Мин, создатель Вьетнама, вот, так сказать, учитель, это человек, кадр коминтерна, который здесь обучался, направлялся и так далее, поддерживался и так далее. И не было бы никакого сейчас прогрессивного одного из самых развивающих, быстро развивающих стран Вьетнама, если бы не Советский Союз и помощь коминтерна. То есть вот пример, да. Но, к сожалению, сейчас, не имея оплота вот такого, каким был Советский Союз, не имея второго центра сил, этим людям сложно. И плюс ещё, ведь они критикуют наш режим, они критикуют за… и правильно делают, за коррупцию, за неравенство, за отсутствие вот проволошённых конституций, там, социального государства и так далее. Поэтому и наша власть к ним относится соответственно. Поэтому у нас в основном идут контакты и поддержка со стороны, вот, крайне правых. Опять же говорю, это тупиковый путь, вредный и опасный. Я думаю, что необходимо нам измениться, нам надо стать хорошими парнями. Мы сейчас как бы это плохой парень, который другого плохого парня бьёт, но тот ещё хуже, которого он бьёт. Поэтому хорошие люди должны поддерживать это. Но это неправильно, какая-то ложная альтернатива. Мы должны явить миру пример прогрессивного, справедливого социального государства. Вот что надо. И тогда левое движение, безусловно, нас будет поддерживать. Ну, это будет ренессанс просто, левое движение, коли так случится. Конечно, а в этом есть огромная потребность в левом движении, огромно, колоссально в мире. Потому что, ещё раз скажу, даже Клинтон это говорит, да, все это говорят, что... Вот Лагард недавно это сказала, что растёт недовольство во всём мире элитами. Люди не верят банкам, не верят крупному капиталу. Это Лагард сказала, руководитель Всемирного форума, да, как он называется. Да, и если уж она сказала, посмотрите, вот интересное довольно её заявление было, то что же говорить о реалии происходящего? Люди недовольны корпорациями, недовольны деградацией, недовольны грабежом. Поэтому огромная потребность в левом движении есть. Есть... Посмотрите, Сандерс, какой чудовий, никогда левый кандидат не собирал такой поддержки. Посмотрите, сколько звёзд Голливуда, музыкантов, да, его поддержали. Вся американская молодёжь. Ведь это не Трамп, на самом деле, главный результат американский, а чудовищно огромная поддержка Сандерса. Это говорит о том, что у левой идеи колоссальный потенциал. И о значимости взглядов Сандерса говорит то, какие усилия приложила элита демократической партии, чтобы ему заткнуть рот, вывести из гонки. Саш, пожалуй, последний вопрос. Ваш вопрос, Александр Кулпакиди, здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Ваше мнение о историке Фуршеве Андреевича? Ну, это сейчас на сегодняшний день самый интересный, ну, я не назвал бы его историком, он, скорее, политолог, социолог, идеолог, значит, но самый интересный и самый такой толковый. Я не скажу, что я на 100% во всём согласен, но это лучший, да, вот на сегодня лучший. Я советую слушать его, так сказать, выступления, они очень интересные, оригинальные. Да, да. И в целом, безусловно, очень правдивые. И я, а я, так сказать, как один из слушателей, тебе вопрос, Саш, а стоит ли верить вот этим публицистам, которые записываются в историке, абсолютно плагиаторы полные, и они больше всё глаголом жгут? К истории они мало отношения имеют. К сожалению, именно они везде выступают. У нас сейчас вообще специалистов нет, у нас эксперты. Одни эксперты ничего не знают, ничего не изучают. Я бы сказал, не эксперты, знатоки. Знатоки, да, в архиве в жизни не были, но вот они везде выступают. Это трагическая ситуация, которая вот к теме нашего разговора. Одно из проявлений кризиса цивилизации. Я думаю, не только у нас, это, кстати, и во всём мире. Вот я смотрю, западный телевидение, то же самое. Реально, реальным специалистам слово не дают, их мнение неинтересно. А вот эти эксперты везде, и не только у нас, это вот реальное проявление того, что цивилизация деградирует. Деградирует не только там в области истории, философии, социологии, везде. Не только у нас, везде, во всём мире. Это уже очевидно, это все знают. Это даже вот сами представители этой олигархии признают. Саша, спасибо тебе огромное, что ты пришёл. Как всегда, было очень интересно. Мы, опять же, я повторюсь, немного ушли в сторону социального протеста, но он был вполне здрав, объявлен.